Итак, шестифазовая медитация. Расскажу вам про шесть фаз и про то, как мы будем с ними работать. Первая фаза — сочувствие. За неблагодарность, затем прощение, затем представляем будущее. Визуализация идеального дня, а после нее — благословение. Сочувствие, благодарность, прощение, представление будущего, визуализация идеального дня, благословение. На это может уйти 10 минут, может 20. Зависит от того, насколько глубоко вы решили зайти. Нередко я укладываюсь в 10 минут, если тороплюсь. Итак, первая фаза — сочувствие. Я буду направлять вас. Давайте объясню, что мы будем делать. Сочувствие — это выражение намерения перейти от критики к заботе, от изолированности к соединенности, от безразличия или неприятия к пониманию. По сути, эта фаза позволяет нам ощутить связь с другими людьми, сопереживать им, и это очень важно. В Гарварде было проведено знаменитое исследование счастливых людей. Ученые хотели выяснить, с чем счастье связано больше всего. И оно не было связано с теплой погодой, встречами с друзьями, пивной после работы, с потрясающим сексом. Нет, оно зависело от силы социальных связей. Фактор составил 0,7. И лишь от этого действительно зависело счастье. Если посмотреть на то, как мы живем, мы часто об этом забываем. Вы готовы провести еще один странный эксперимент? Повернитесь к кому-нибудь лицом. Найдите себе партнера и повернитесь к нему. Теперь на счет три. Поцелуйте партнера в губы. Ладно, я шучу. Я шучу, не нужно. Это был просто тест на внимательность. Нет, просто посмотрите партнеру в глаза, прямо в глаза. Смотрите партнеру просто в глаза. Если этот человек посторонний, вы сразу же заметите, как это трудно. Когда мы пристально смотрим человеку в глаза, возникает дискомфорт. Потому что с человеком возникает связь. А нас учили, что связь может вызывать дискомфорт, особенно если это посторонний. Итак, эту пару я попрошу остановиться. Найдите себе отдельную комнату. Посмотрите снова на меня. Эта фаза учит вас лучше устанавливать связь друг с другом. Мы еще углубимся в эту тему. Сочувствие. Вторая фаза — благодарность. Благодарность, как ничто другое, способна делать человека счастливее. Согласно научным данным, она прибавляет энергии, улучшает эмоциональный интеллект, способствует прощению, снижает депрессию, снимает тревогу, вы сильнее чувствуете связь с другими, лучше спите, голова меньше болит. Вот такие замечательные вещи. Супер просто. На этой фазе вам нужно будет вспомнить три повода для благодарности в личной жизни, три в карьере и три повода для благодарности самому себе. Я обнаружил, что о последнем очень многие забывают. Очень часто мы ожидаем любви извне, но сами, как оказывается, не любим себя по-настоящему. И в этой практике благодарности вы думаете о своей личной жизни, о работе, но затем очень важно выразить любовь к самому себе, поблагодарить за то, что вы — это вы. После этого мы перейдем к третьей фазе — прощению. Это одна из самых интересных фаз. Как-то по приглашению Тони Роббинса я был у него на острове Фиджи на девятидневном ретрите. Мы медитировали с монахами, работали над прощением и освобождались от негатива, который поднимался у нас внутри по отношению к тем, кто причинил нам зло. Это очень важно делать, чтобы жить и работать на максимуме. Это очень и очень важно. Всем нам нужно учиться прощать. Мы все носим себе обиды на кого-то. Иногда это может быть что-то давнее. Иногда вы злитесь на официанта, который что-то напутал в заказе сегодня утром. Наука свидетельствует, когда вы учитесь прощать, происходит нечто интересное. Боль в спине проходит гораздо быстрее. Человек становится счастливее, сердце работает лучше, и все это, если научиться отпускать негатив и обиды. Мы люди очень интересно устроены. Это называется фундаментальной ошибкой обструкции. Наш примитимый рептильный мозг всегда высматривает опасность. И вот как нередко бывает. Представим, что нас подрезали на дороге. Мы тут же занимаем оборонительную позицию. Этот человек придурок, считаем мы. Но стоит самим сделать то же самое, как мы уже думаем, ну как же, ведь ребенок в школу опаздывает, или нам так нужно на работу, ведь мы сдаем очень важный проект. Видите ли, когда что-то подобное делает другой, мы считаем, что это человек такой. А если мы сами, все дело в обстоятельствах. Лет 10 назад я поймал себя на этом. Я шел по улице в Сан-Франциско, а передо мной шла женщина. Она ела печенье Орео, а обертку потом бросила на тротуар. Я весь такой правильный, подобрал ее, обогнал эту женщину, и демонстративно у нее на глазах бросил обертку в урну. И сказал, «Мэм, вы это обронили». Она повернулась ко мне, и у нее появились слезы. Я развернулся. «Зачем вам нужно было это делать?» сказала она. «Я подбираю за вами мусор. Что значит, зачем это нужно было делать?» Сегодня утром мы с мужем страшно поссорились, и у меня такое чувство, что жизнь кончена. Извините, что я это бросил. Я просто не подумала. И я осознал, что я сделал. Я-то думал, что ей плевать на окружающую среду, что она просто сорит. Но у нее на самом деле были такие обстоятельства. Мы судим людей все время. Каждый из вас сейчас судит меня и друг друга. Проблема в том, что в результате у нас нередко возникают негативные эмоции и ошибочные мысли по поводу других людей. И мы носим это в себе, и эти обиды тормозят нас на нашем пути. Вот чему посвящена эта фаза. Третья фаза — прощение. Вспомните кого-то, кто вас задел, как вам кажется, и просто повторите за мной утверждение «Я прощаю тебя» и «Прошу у тебя прощения». Вот так просто. Перейдем к четвертой фазе. Она посвящена представлению будущего. До сих пор мы говорили только о настоящем, о счастье в настоящем. Теперь мы задумаемся о том, что будет происходить в вашей жизни в будущем. Я очень люблю эту фазу. Некоторые называют ее творческой визуализацией. Мне это очень помогло в предпринимательской карьере, и я думаю именно потому, что я делаю это каждый день. Вот это мой самый первый офис в 2005 году. Все было абсолютно... Ладно, не буду произносить это вслух, вы знаете, что я хотел сказать. А вот мой офис сейчас. В 2012 году журнал «Инг» включил его в десятку лучших офисов мира. Вот так выглядел наш зал для выступлений, где мы вводили новых сотрудников в курс дела в 2008. Вы смеетесь? Мне хорошо с вашей стороны. А вот как это выглядит сейчас. Это пространство, все это, каждый предмет, я визуализировал за годы до этого. И казалось, что мой мозг находит правильные ответы и возможности, чтобы меня к этому видению привести. Мне кажется, самое важное, что я делал с противополимательской точки зрения, я каждый день думал о том, что я хочу привлечь в свою жизнь. Я визуализировал это в своей медитации. У нашего мозга есть одна любопытная особенность. Мы часто переоцениваем то, чего можем достичь за один год, но недооцениваем то, чего можем добиться за три года. Проводились исследования на эту тему. И когда я визуализирую, и вам советую делать то же самое, смотрите на три года вперед, и что бы вы ни увидели в этот трехлетний срок, удвоите это. Потому что ваш мозг обязательно недооценивает то, на что вы способны. Это действительно интересный феномен. Вот этому и посвящена эта фаза. Вы визуализируете себя через три года. Перейдем к следующей фазе. Но прежде чем я вам расскажу об этой фазе, пару слов о визуализации. Среди духовных людей существует убеждение, что вы должны быть довольны и счастливы там, где вы находитесь сейчас, и не иметь желаний и потребностей. Я считаю, что это ерунда. Один из величайших философов современности, Кен Уилбер, величайший философ из ныне живущих, написал знаменитую работу «Отсутствие индивидуального я». В этом эссе он говорит, «Великие святые мистики и мудрецы от Моисея до Христа и до Падма Самбхава не были слабоумными слабаками. Они встряхивали и двигали людей вперед от очищения храмов до подчинения целых континентов. Они не были строителями воздушных замков. Нет. Они встряхивали мир, чтобы он изменился. Возникали целые движения на целые тысячелетия». Задумайтесь об этом. Я считаю, что величайшие мировые деятели, такие как Илон Маск и Ларри Пейдж, самые духовные люди. Мы можем не считать их духовными в традиционном понимании, но подумайте, сколько хорошего они делают для мира, и все благодаря тому, что у них есть собственное видение. Мы все должны к этому стремиться. Поэтому эта фаза видения так важна в этой практике. А после него мы переходим к пятой фазе, где с этим видением в уме мы визуализируем, как проходит наш идеальный день. Вы визуализируете, как начинается утро, вы бодры, вы находитесь в предвкушении, идете на работу, у вас проходит замечательная встреча с коллегами, вы едите что-то вкусное во время обеда, вам приходят идеи, возможно, сегодня вы уйдете домой пораньше, и у вас будет время поиграть с ребенком. Почему это работает? Почему визуализация идеального дня дает такой хороший результат? Кто-то считает, что это потому, что мысли творят нашу реальность. Возможно. Кто-то говорит, что все дело в ретикулярной активирующей системе мозга. Возможно. Но вот что я обнаружил. Когда вы представляете, что можете повлиять на то, как пройдет день, и говорите себе это, к примеру, что вас ждет превосходный обед, если что-то пойдет не так, например, официант напутает с заказом, или придется долго ждать, или он прольет воду на стол, вы с меньшей вероятностью будете зацикливаться на этом. Ваше внимание будет направлено на наслаждение едой или на замечательную беседу с друзьями, или на прекрасные идеи, которые пришли к вам во время еды. Фактически, вы активно учите свой мозг игнорировать негативные моменты и воспринимать и впитывать позитивные. Неважно, меняете вы мир силы разума или нет, но вы точно становитесь счастливее. При этом вы учитесь ценить то хорошее, что есть в вашей жизни. Это очень, очень, очень мощная техника. Затем мы перейдем к последней фазе, я называю ее благословением. На этой фазе вы предполагаете, что есть высшая сила, которая вас поддерживает. Неважно, верующий вы или атеист, верите в Бога, в которого верите, или высшую силу, подойдет даже образ самого себя в будущем, если вы атеист. И просто представьте, что это ваше видение, ваш идеальный день, все, чего вы от жизни хотите, получает мощную поддержку. Вы будете представлять энергию, которая течет с небес через вас, придавая вам силы, чтобы пробудиться и перейти к действию и прожить этот день. И эта фаза называется благословением. А теперь к прации я повторю сочувствие, благодарность, прощение, видение на будущее, идеальный день и благословение. Ну а теперь давайте проделаем эту медитацию. Не тревожьтесь, если ваш ум сейчас понимает не все. Это упражнение вы легко найдете в интернете. Я вам покажу, что ввести в поисковик, чтобы его найти. Наверное, будет лучше, если я сяду. А сейчас просто усаживайтесь поудобнее и следуйте за моими словами. Фоном я включу особые звуки от одной из компаний, куда я инвестировал средства. Они специально разработаны, чтобы помочь вам расслабиться. Эта музыка называется Amgarmonica. Это поможет вам расслабиться. Просто следуйте за моими словами, я буду вас направлять. Это будет 10-минутная медитация. Окей? Все готовы? Давайте начнем. Слушайте мой голос. Почувствуйте, как вы переходите в расслабленное состояние сознания. Сделайте глубокий вдох, а теперь выдох. мы начинаем это упражнение с первой фазы. Представьте, что вас окружает шар белого света. Наполните этот шар энергией сочувствия и любви. Почувствуйте, что эта энергия любви и сострадания окружает вас со всех сторон. А теперь этот шар начинает расширяться. И вот он уже охватывает всех в этой комнате. Почувствуйте, что эта энергия любви и сочувствия окружает всех в этой комнате. Сделайте выдох и позвольте шару расшириться еще. Теперь он охватывает весь квартал. Почувствуйте, как все в вашем квартале ощущают эту любовь и сочувствие. На выдохе представьте, что эта энергия проникает и охватывает весь город. А теперь всю страну, весь континент. Представьте, что перед вами весь земной шар. и на выдохе позвольте этой энергией окутать весь земной шар. Почувствуйте свою связь с каждым живым существом, с каждым растением, животным и человеком на земле. почувствуйте, как вы излучаете энергию любви и сочувствия. Посылайте ее земле. Мы переходим ко второй фазе. Вспомните от одного до трех событий за последние сутки или за несколько дней, за которые вы можете быть благодарны. Возможно, это чашка ароматного кофе или вас обнял кто-то, кто вам дорог. Возможно, это что-то совсем простое. И сейчас, вспоминая об этом, почувствуйте эту легкую радость, которая вас охватила в тот момент. А теперь подумайте о своей работе и карьере. Вспомните от одного до трех событий в вашей работе, за которые вы благодарны. возможно, у вас удачно прошел проект, вас повысили, бизнес-проект имел успех. Еще раз почувствуйте то, что чувствовали в тот момент. А теперь подумайте о себе. Найдите в себе от одной до трех черт, которые вам очень нравятся. Почувствуйте гордость, и благодарность, что у вас есть эти черты характера или возможности. Будет хорошо, если вы ощутите эмоции, которые у вас были, когда вы осознали это впервые. А теперь переходим к третьей фазе. Прощение. вспомните кого-то, возможно, это было недавно или давно, кого-то, кто еще вызывает у вас негативные эмоции, и его нужно простить. Представьте, что этот человек стоит перед вами, и повторяйте мысленно за мной. Я прощаю тебя и прошу у тебя прощения. А мы переходим к фазе четыре. Представьте себя один из аспектов своей жизни через три года. Возможно, теперь у вас отличное здоровье, идеальная фигура, или рядом с вами самый подходящий вам человек, или карьера складывается идеально, или вас ждет приключение, или рост, или ваш вклад. Выберите любую область и ощутите ту радость, которую почувствовали бы, если бы все это уже было так. Поэкспериментируйте с этим несколько секунд. если бы все складывалось хорошо, если бы у вас была вся необходимая поддержка, какой бы стала ваша жизнь в этой области через три года? Что бы вы чувствовали, если бы это было так? Ощутите это. А теперь вернитесь в сегодняшний день. Мы переходим к пятой фазе и будем визуализировать идеальный день. подумайте о том, что вам сегодня нужно сделать. Представьте, что каждый час этого дня проходит наилучшим образом из всех возможных. Можете визуализировать это, а можете просто произнести про себя утверждение «Я отлично пообедаю с тем иным иным человеком». Представьте себе, что вы сами определяете, как пройдет ваш день и ваша жизнь. и вы можете сделать так, чтобы что-то появилось в жизни или пришло к вам просто силой вашей мысли. Даже когда вы просто представляете, что это так, у вас появляется ощущение силы и контроля, и в результате в течение дня происходит больше хорошего. А теперь мы переходим к последней фазе. Шестой фазе. Вы представили себя через три года. Вы визуализировали, как сложится ваш день. Теперь представьте, что есть высшая сила где-то у вас над головой. Какие бы у вас ни были духовные или религиозные воззрения, важно, чтобы вы почувствовали, что эта энергия или высшая сила поддерживает вас во всех планах на будущее, во всех ваших намерениях. Представьте себе луч света, который спускается с неба к вашей макушке. почувствуйте почувствуйте теплую, любящую позитивную энергию поддержки. Почувствуйте, как от макушки она растекается вниз к лбу, глазам, лицу, шее, плечам, рукам, рукам до кончиков пальцев, груди, к животу, к бедрам, к верхней части ног, коленям и икрам, к щиколоткам и к стопам до кончиков пальцев. Представьте, как вы благодарите эту высшую силу или энергию поддержки. Почувствуйте, что вы готовы встретить этот день. Я считаю до пяти, и вы выходите из медитации. Один, два, три, медленно выходим, четыре, пять. Глаза открыты. Вы чувствуете себя отлично, вы бодрые и чувствуете себя лучше, чем прежде. Как ощущения? Видите, как быстро прошла медитация? На нее не уходит много времени. Многим моим друзьям, предпринимателям она очень нравится, потому что не требует полностью освободиться от мыслей. Кто-то может поспорить и сказать, что это не медитация? Ну какая разница? Фактически мы направляем внимание внутрь себя и сознательно отлаживаем различные аспекты своего существа. Мы взламываем себя, по сути, чтобы именно в этой жизни пройти оптимальный для себя опыт. Вы можете скачать эту медитацию на сайте Amvana.com, она бесплатна. Нужно лишь зарегистрироваться и скачать, а это различные приложения и прочее, что предлагает наша компания. Вы можете скачать приложение Amvana на свой iPhone или Android, и эта медитация там будет бесплатна. И вот что самое замечательное, какие-то вещи по мере практики вы будете замечать осознанно, но есть и изменения, которые будут происходить неосознанно. Самый интересный из неосознанных результатов, который заметил я, когда стал делать эту медитацию, это эффект двух разумов. Как будто мой ум разделился надвое, и только соберусь резко отреагировать на что-то, когда меня кто-то подрезал, как просыпается второй разум более мудрый, проницательный, более сдержанный и успокаивает меня. Он не говорит «Расслабься, Вишн». Это всего лишь еще одна фундаментальная ошибка атрибуции. Так что, когда я начал практиковать эту медитацию, я заметил множество похожих неосознанных изменений. В целом, я считаю, что это одна из самых эффективных практик из тех, что я выполняю каждый день. И это мой подарок вам. Я надеюсь, что вы его примете, что вы с этой медитацией поэкспериментируете, изменяя ее как хотите. Напишите мне, если найдете хорошую вариацию, которая дает вам результат, ведь я всегда рад ее улучшить, и мне хочется поделиться ее с большим количеством людей. Спасибо.